друзья приветствую роман из москвы прислал целую посылку масел лукойл здесь и genesis армар тег дизель 540 c3 и армар тег просто полнозольная 540 и лукойл люкс тоже 540 сейчас я вскрою покажу из разных автомобилей с разных пробегов так сегодня я проверю армар тег дизель c3 так вот описание автомобиль условия эксплуатации сейчас вытащу тут целая пачка так видите сверху туарег первый образец второй образец образец из опеля тоже 22 штука так но и само описание масел сайта так сами масла сейчас распакую покажу если необходимо почищу подпишу такого масла у меня еще не было поэтому создам эталон баллонку уже создал сейчас обновлю спектрограмму подкорректирую при необходимости ну и можно будет проверять отработку так это у нас volkswagen туарег восьмого года с трехлитровым дизелем bks так вот значит такие баночки ну давайте приступлю процессу закладываю две капли свежего прибор измеряет спектр сейчас посмотрим вот такая спектрограмма особо здесь не видно там из теровых пиков вот есть минимальная примерно 7 8 сотых процента так далее выбираю это масло пункты по которым будет анализироваться вот значит лимиты ну и что намерил прибор прибор намерил противоизносных присадок сто шесть процентов чуть выше чем 030 от кастрола значит далее подкорректирую гликоль в нули сажу так как они в отрицательные значения ушли но и обратить внимание значит кислотный 156 а щелочной 7 и 9 то есть прибор намерил я считаю что что это абсолютно реальные адекватные цифры я их даже трогать не буду очень похоже на c3 на энергосберегающие вот такое масло так ну и все эталон создан теперь можно проверять как я уже говорил что это фольксваден туары к трехлитровым дизелем 8 и 3 объем картера 227 1200 километров общий пробег 8 200 на масле примерно 250 моточасов со средней скоростью not эксплуатация с июня по декабрь и литр доливка значит лукойл топлива 77 до по моему процентов по противоизносным присадкам есть гликоля 10 одна десятая процента 25 сотых сажи отлично работает топливная аппаратура сажи невысокая так кислотная 304 и щелочной 3035 то есть обратите внимание 800 ппм воды я думал что гликоль это погрешность но вот обратить внимание на воду и гликоль так значит масло практически сработалось кислотное достаточно сильно подросло так сейчас покажу вам что произошло с вязкостью данного образца так я вот закладываю свежие сейчас первая отработка с пробегом 8200 километров но здесь абсолютно четко можно говорить только про километраж потому что скорость предоставленная в виде там от 30 до 35 средняя вот но и моточасы ориентировочные да есть небольшое разжижение но абсолютно нормальная то есть никакого криминала достаточно высокая средняя скорость но и посмотрите там я оценил это 15 процентов от максимального уровня максимальный уровень это там где начинается красное поле то есть абсолютно нормально тем более что окончание эксплуатации было пришлось на декабрь там конденсат немного топлива на прогревах ну и значит второй образец цифры те же самые только обратите внимание 232 2700 километров пять с половиной тысяч на масле ну и значит средняя примерно такая же 62 процента процента по противоизносным присадкам опять одна десятая гликоля но здесь уже стоит обратить на это внимание хотя это минимальный уровень так 13 сотых пассажи ну также здесь топливная отлично работает 257 кислотная и 46 щелочное запас побольше но и пробег поменьше ну и опять же посмотрите 860 ппм вода то есть здесь есть такое сочетание минимального количества гликоля и воды возможно какой-то микро микро попадание но небольшое попадание антифриза есть надо посмотреть последить внимательно за ним за сколько он уходит там не уходит обратить внимание на наличие эмульсии ночной уровень так и вязкость второго образца сейчас покажу вам закладываю свежей отработку так ну и на старт внимание как говорится марш да ви видите тоже есть разжижение но здесь еще меньше она ну понятно и пробег меньше да здесь я оценил 8 процентов то есть разницами между ними 7 процентов но если масло бы поработала также 250 моточасов то это было бы может быть там два три процента разница то есть все очень очень близко но от максимального естественно да не забывайте отметить видео ставьте палец вверх подписывайтесь на не подписался нажимайте колокольчик так вы поможете и продвижение видео и приду помощь окажите каналу и сейчас я покажу вам оценку ресурса значит лево это первый образец право право это второй образец смотрите сто процентов можно говорить про километраж первым образец ресурс 8840 километров 270 моточасов во втором 8090 километров 246 моточасов я думал почему такая разница и потом понял в первом образце долит литр то есть при объеме картера 8 и 3 долит литр это практически 10 процентов чуть меньше десяти процентов ну и на эти же чуть меньше десяти процентов вырос значит ресурс по километражу ну и соответственно если уравнять моточасы по вот часам так по нитрованию вопросов нет 497 461 очень близко это вот воздушный фильтр там скорее всего и какие-то процессы внутренние но и по вязкостью его вообще ну как бы я уже ранее озвучивал что там максимум между образцами 2 процента достаточно так слабенько честно говоря отработала масло я думал про этот момент честно говоря не могу понять почему так она отработала ну единственный вариант что это цешка видели да и невысокая щелочной 7 и 9 это первый фактор и второй так очевидных проблем по мотору нету то есть вроде все 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 нормально с ним более но кроме там минимального количества гликоля вот но скорее всего ну такая мое мое предположение горяченький мотор да сюда бы хорошо что-то покрепче такое по существеннее не c3 не знаю в каком там состоянии есть там катализаторы или нет если их нет то возможно оптимальное было бы использовать тогда полносольное какое-нибудь масло вот чем вот эту цешку ну видели да все хотя с другой стороны там по 200 моточасов если она не сильно дорогое по сравнению с аналогами там европейскими какими-то иностранными то почему бы и нет то есть на сокращенные интервалы для мотора будет даже лучше вот такой получился тест благодарю романа за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья береги себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока